ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! До 23 февраля остается не так много времени, а вы все еще не определились с подарком? Или, может быть, уже определились, поэтому все ваши помыслы направлены на то, как разнообразить постный стол? В любом случае, я так думаю, сегодня мы вам дадим много полезных советов. Сегодня мы обсудим обе темы и, уверен, найдем множество интересных решений. Итак, вперед в поход по гипермаркету! Смотрите сегодня, 23 февраля, долой ненужные подарки. И постный стол не должен быть унылым. Что дарить на 23 февраля? Этим вопросом ежегодно задается вся женская половина населения постсоветского пространства. С одной стороны, не такой уж это и большой праздник, чтобы дарить что-то грандиозное. Но, с другой стороны, все-таки хочется что-то подарить и сделать приятное любимому человеку или просто коллеге, например. Сегодня я слегка намекну вам, что хотят получить мужчины в этот день. Первым делом, дорогие женщины, запомните, долой ненужные подарки. Зачем нам еще один сувенир, который станет пылесборником на полке? Дарите нам что-нибудь полезное. К примеру, если мужчина любит поддерживать себя в спортивной форме, подарите ему набор гантелей или эспандер. Как тащить купленные гантели домой? Ну, попросите кого-нибудь, праздник ведь все-таки. Мяч. Отличный мяч. Или вот еще мяч. Я, честно говоря, не особый любитель волейбола, но получить в подарок такой мяч я бы не отказался. Если вы знаете, что вашему мужчине нравится какой-то фильм, подарите ему его на DVD. Или подарите ваш любимый фильм, который ему бы тоже стоило посмотреть. И, возможно, в зависимости от вашей настойчивости, выучить наизусть. Как говорится, книга – лучший подарок. Во многом спорное утверждение, однако некоторые книги могут быть весьма полезны. Например, вот такие. В народе бытует мнение, что ни в коем случае нельзя дарить мужчинам набор для бритья. Мол, это банально очень. А вы знаете, вот лично я очень рассчитываю, что мне 23-го подарят именно такой набор. Ну, чтобы самому не покупать. Поэтому перед тем, как выбирать подарок, на всякий случай наведите справки. Может быть, у вашего мужа, брата, жениха или просто коллеги заканчивается пена для бритья. Или, например, дезодорант. Если мужчина – автолюбитель, нельзя упускать такой шанс. Ваши ноги должны автоматически привезти вас в отдел автотоваров. Если мужчина любит заботиться о своей машине и наводить на нее лоск, лучшим подарком для него может стать вот такой набор автохимии. Ароматизатор воздуха – вечная радость. Даже если в машине подобные уже имеются, сменный никогда не повредит. Теперь давайте посмотрим на стеллажи напротив. Если у мужчины руки вставлены тем концом, каким надо, у него обязательно от всего это потекут слюнки. Ну, к примеру, допустим, он любит на досуге пособирать мебель. Тогда подарите ему аккумуляторную отвертку. Если он перед сборкой предпочитает мебель сначала выпилить из дерева, нужна ножовка. Набор мини-отверток станет отличным подарком для любителей поковыряться в электронной технике. Если ваш мужчина любит иногда посидеть с друзьями за кружкой пива, подарите ему сосуд для этого напитка. А лучше сразу несколько. Пусть дома лучше сидят, чем где-то по заведениям шляются. Ну и какой же мужчина откажется от вкусного ужина? Заранее выбираем хороший кусок свиной вырезки, варим его в пиве, когда мясо будет готово, обваливаем в специях и нашпиговываем чесночком. С этим заворачиваем фольгу и кладем в холодильник. На следующий день сможете порадовать любимого мужчины отличной буженинкой. Как вы понимаете, на мужчин обычно не производят особого впечатления торты и конфеты, но хороший кусок мяса всегда попадает в десятку. Вместо мяса можно взять рыбу и приготовить ее, например, свином. Вот и рыба на ледяной горке. О том, что можно подать на стол, если вы соблюдаете великий пост, мы поговорим в следующей части нашей программы. Ну а пока давайте поинтересуемся, что собираются дарить милые посетительницы нашего гипермаркета своим мужчинам на 23 февраля. Можно подарить все, что угодно, лишь бы ему понравилось. Наверное, что-нибудь из парфюма. Сувениры, наверное, скорее всего, памятные. После масленицы православные начинают соблюдать великий пост, самый строгий из всех постов. Да и не только православные, многие постятся как бы за компанию, справедливо полагая, что это полезно для здоровья. В 2010 году великий пост продолжается с 15 февраля по 3 апреля. В это время нельзя есть животную пищу, мясо, рыбу, яйца, молочные продукты и употреблять алкоголь. Дважды за это время можно подать рыбное блюдо в Благовещение и в Вербное Воскресенье. Ну а в пятницу последней недели великого поста принято полное воздержание от пищи. Соблюдая пост, главное помнить две вещи. Для православных, что пост подразумевает не только ограничения в еде, но и духовное очищение. А для постящихся и здорового образа жизни, что постный стол не обязательно должен быть унылым и однообразным. Ошибочно считается, что каша исключительно детская еда. На Руси на протяжении многих веков кашу употребляли все, от мала до велика. Весь секрет в правильном приготовлении. Во время варки гречки, к примеру, очень важно не вмешиваться в сам процесс, не поднимать крышку и не перемешивать кашу. Тогда она получится рассыпчатой и вкусной. Гречка – очень ценный диетический продукт, содержащий чуть ли не всю полезную для человека часть таблицы Менделеева. К тому же содержащиеся в ней углеводы долго усваиваются, обеспечивая длительное чувство насыщения и стройность фигуры. Говорят, в старину перловая крупа была намного популярнее, чем сейчас. Ее использовали и в кашах, и в супах. Переходим к рису. Между формой риса и его свойствами есть четкая связь. Чем короче и белее зерно, тем оно мягче, тем больше берет воды, тем сильнее разбухает и более клейким становится. Чем зерно длиннее, тем оно тверже и прозрачнее, а при варке растет в основном в длину. Рис обладает очень богатой гаммой вкуса, поэтому варить его без крышки в большом количестве воды – все испортить. Вы должны знать, что в идеале рис должен впитать в себя всю воду, весь пар с находящимся в нем ароматом. Смотрите, как варю рис я. Засыпаю рис в кастрюлю и заливаю водой буквально на полпальца выше уровня риса. Затем включаю сильный огонь, закрываю крышку и довожу до кипения. После этого убавляю огонь буквально до минимума и держу так рис еще минут 5. После этого полностью выключаю огонь и не открывая крышки, оставляю рис томиться в кастрюльке где-то минут 15, не меньше. За это время рис успевает впитать всю воду, весь аромат и сохранить свои питательные полезные свойства. Во время поста обратите особое внимание на овощной отдел. Вот они – полезные продукты, из которых можно приготовить огромное количество вкуснейших блюд. Картофель, капуста, свекла, морковь, кабачки, фасоль, а также помимо овощей, грибы позволяют создать кулинарные шедевры на любой вкус. Вспомните индийскую кухню, одну из самых разнообразных в мире. Она в большей своей части вегетарианская. Не забудьте купить сухофрукты, они не только вкусны, но и очень полезны. Если вы занятой человек, можно приобрести замороженные овощи, которые достаточно просто разогреть, после чего их смело можно подавать к столу. Если хотите, можете приобретать овощи по отдельности, либо вот такими вот наборами на развес. Кстати, вот такие овощи очень вкусно используют в приготовлении щей. Любителям салатов с майонезом можно также не переживать из-за необходимости отказываться от любимого блюда. Представляем вашему вниманию постный майонез. Никаких животных ингредиентов, а вкус тот же. Ну и вспоминая про первое слово в поговорке «щида, каша, пища наша», вот вам напоследок рецепт вкуснейших постных щей, в котором также, кстати, можно использовать замороженные овощи. Сварить нашинкованную капусту, потушить под крышкой морковь, лук и помидоры. Кстати, вместо помидоров можно использовать обычную томатную пасту. Добавить в воду, в которой варится капуста, нарезанный картофель. Затем туда же выложить тушеные овощи, нарезанный перец, 2-3 горошинки, черного перца, лавровый лист и сушеную зелень. Немного поварить, подать к столу и выслушать хвалебные отзывы едоков. Пост можно прекрасно пропитаться. Грибы, ягоды, сейчас замороженные ягоды, все овощи, фрукты, изобилие, никаких проблем. Помидоры, огурцы, соленую капусту. Вот вам, пожалуйста, капустка, орешки, грибочки, рыбка. Ну, в зависимости от дня. Надеюсь, наша сегодняшняя программа оказалась для вас не менее полезной, чем все предыдущие. Дарите подарки, ешьте здоровую пищу и не забывайте каждую неделю смотреть программу Гипермаркет. В следующий раз мы начнем потихоньку готовиться к дачному сезону, подбирать семена и удобрения, а также научимся выбирать специи. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин